Контроль за сносом трехэтажного дома с подвалом в поселке Цемдолина осуществлялся специалистами сразу трех управлений администрации Новороссийска, муниципального контроля, внутренней политики и по взаимодействию с правоохранительными органами. Этому процессу предшествовала большая подготовительная работа, в ходе которой было установлено, что земельный участок с видом разрешенного использования, индивидуальные жилые дома с приусадебным участком, на самом деле использовался как объект религиозно-культового назначения. Здесь располагался молитвенный дом Пятидесятника. Кроме того, к строению были надстроены второй и третий этажи, но разрешение на их строительство не выдавалось. В декабре 2017 года Краснодарским судом было принято решение о сносе данного объекта. Судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении должников. И в марте месяце право сноса данного объекта было возложено на администрацию города Новороссийска. Более чем за полгода до сноса сотрудниками администрации Новороссийска было выдано предписание об устранении нарушений градостроительного законодательства, но оно не было ни обжаловано, ни исполнено. В результате чего дом был признан самовольной постройкой и снесен. Данный объект был признан самовольной постройкой в соответствии с 222 статьей Гражданского кодекса. В связи с тем, что у нас идет в стране борьба с самостроями, то есть данный объект подлежит сносу. Ввиду того, что должником после вступления в законную силу решения суда снос не был осуществлен самостоятельно, данное право возложено на администрацию, ввиду чего администрация сейчас исполняется в рамках закона исполнительное производство по сносу самовольной постройки трехэтажного строения с подвалом. Сегодня данный объект снесен. Но как быть с теми людьми, кто посещал этот молитвенный дом? Пятидесятничество – одно из ответвлений позднего протестантизма. Основой учений христиан веры евангельской является миф о сошествии Святого Духа на апостолов. На пятидесятый день после воскресения Христова. Внутри религиозного объединения четко действует налог – десятина, согласно которой каждый верующий обязан отдать в кассу общины десятую часть своего дохода. Пятидесятники обладают способностью делиться на разные группы под разными названиями. Таких названий десятки, и неизвестно, какая из них придерживается традиционного пятидесятнического учения. А кто относится к так называемым неопятидесятникам? Здесь, кроме прочего, верующие часто облагаются не только десятиной, но и многочисленными поборами. Людей зачастую принуждают жертвовать всем, что они имеют, обещая, что только таким образом умножатся их вклады в небесный банк. Наконец, для неопятидесятнических сект характерны и тяжкие преступления против личности. По мнению участников Международной научно-практической конференции, неопятидесятнические секты в России, угроза религиозного экстремизма, прошедшая в Саратове, несут в себе серьезную социальную опасность. Их члены страдают депрессиями, психическими отклонениями, тягой к суициду. Это подтверждается и объективными данными международной статистики. Также их деятельность провоцирует религиозно-политический экстремизм, создает угрозу семье, обществу и государству. Юлия Сапковская, Новая Россия.